Всем привет! Мы идем по Малой Морской, а идем мы в Новую Голландию. Вот выбрались, но у нас еще есть кое-какие планы, мы хотим в кое-какие магазины зайти, но первая наша цель это Новая Голландия. Очень красивая улица, Малая Морская, но это центр. Центрее уже некуда. Красивые здания. Мы здесь, я уже рассказывала, мы здесь жили на Гороховой, когда переезжали гости, когда были туристами. Мы как раз вышли в такое время, когда уже вот-вот будет темнеть, но время всего лишь четыре часа, но в четыре часа как раз таки вот уже начинает темнеть в такое время в Петербурге. Несмотря на то, что мы здесь бываем очень часто и не раз здесь были, конечно и на колоннаду поднимались, но каждый раз, когда я вижу Исаакиевский собор, он, он правда, он просто завораживает своей красотой. И, знаете, сейчас, кажется, над нами туча, и эта туча цепит снегом. Какой-то снежочек такой пошел. И вот это вот известное ресторан, известное счастье с прекрасным таким видом на Исаакиевский собор. Но говорят, что этот столик, который выходит на Исаакиевский собор, он постоянно занят. Вот. Ну, его обычно бронируют для фотосессии. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мы пришли уже, уже открыт коток. Очень красиво, украшено. Сейчас уже потихоньку темнеет. Ну, вы видите, да, ну, это, да? Какие красивые, красивые облака. Супер. Мы здесь уже были. Мы были здесь летом. здесь просто сидели на лужайке, здесь стоят такие вот шезлонги, то есть можно посидеть, отдохнуть, погулять с детьми. Просто такое вот пространство для отдыха. Сейчас мы пойдем посмотрим каток и так пройдемся по кругу. Посмотрите, какие бесподобные. Ну вот так вот выглядит каток. В Новой Голландии сейчас вот в 5 часов начнется сеанс. Смотрите, там такая красивая сцена. Вообще здесь люди очень красиво, все украшено. Ну как украшено? Огонечки горят. Красивый такой лед блестящий. Здесь обычно зажигают, да, огонь. А где огонь? Ну где огонь? Нету огня? Ну, видимо, потому что не холодно. Ну, где нет. Да, и людей мало. Обычно зажигают огонь, и люди здесь готовят руку. Здесь, наверное, еще приезжают какие-нибудь, знаешь, такие небольшие вагончики, где производят кофе. А, ну да, да. Да, да. Да, и вот здесь, наверное, они стоят. Когда сезон Рождества, ну вот этот Рождество, потому что они сюда приезжают. Может быть, да. Да, может быть. Смотрите, какая красота. Пойдем домой, возьмем денежку, где-то шерарки идем. Какие-то ягодки. Я не знаю, что это за ягодки. Простите меня. Ну, это, наверное, я так думаю, рябина. А то он скоро уедет, а мы с тобой не сможем потом домой. Не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Станция метро Василия Островская. Я приехала оформляться на работу. Устроилась я на работу. С последней нашей прогулки в Новую Голландию прошло уже где-то три недели. Ну, у нас погода вот такая вот серенькая почти каждый день. Где-то раза три падал снег. Вроде как много снега было. Прям просыпаешься на первый-второй день снега уже нет, конечно. Снег тает, потому что температура плюсовая. Минусовая за все это время. Вот, наверное, за весь декабрь был один только день. Не могла пройти мимо. Посмотрите, какая красота! Просто садик, как тончика. Как-то я не рассчитала время. И очень рано приехала уже на место. Прохожу мимо и смотрите, что я увидела. Я не удержалась. Ну и, конечно же, сочи, с кофеечком. Сейчас выпью. И я думаю, ничего страшного. Но это место для меня, оно приятное всегда останется. Здесь всегда вкусно, уютно, тепло. И приходите, люди любят. Здесь все очень вкусно. Это все самое мое любимое. Но не все, конечно. Я еду устраиваться на работу. Я никогда не работала в стоматологии. И поэтому для меня это ново. А сейчас я буду пока стажироваться 10 дней. Вот, там уже будет видно, мое это или не мое. Ну, два дня я уже походила. В принципе, мне понравилась работа такая вот. Для меня несложная. Самое главное сейчас изучить инструменты. Понять, что там за инструменты. Что от меня нужно вообще. В этой стоматологии здесь медсестры не помогают врачам. Именно вот в четыре руки. На самом деле для меня это было бы интереснее. Ну, пока так. А так, вот вы меня просите побольше снимать. Я бы, конечно, с удовольствием побольше снимала. Но просто на самом деле сейчас ничего такого особого не происходит. Я стараюсь снимать именно то, что, как мне кажется, интересно. Но судя по тому, как снимают другие люди на влоге, они снимают все. Постараюсь именно снимать то, что будет интересно для тех, кто не живет в Санкт-Петербурге и кто планирует только переехать. Буду стараться. Спасибо вам за хороший отзыв. Вы всегда меня поддерживаете. Мне очень приятно. Спасибо вам большое, что вы со мной и смотрите меня. Смотрите, уже на 12 часов дня. Уже начало первого. И вот такие вот сиренькие сумерки. Захожу я в лифт. О, здравствуйте, здравствуйте. А здесь показывают пресс-конференцию с нашим президентом. Сейчас это не он. Интересно, вы смотрели? Я очень уважаю нашего президента. Я его обожаю. Вышла я из бизнес-центра. Продолжение темы. Я, да, я уважаю нашего президента. Я его поддерживаю. Всегда так было. Это мое мнение. И оно не обсуждается. Ну все, я еду на работу. Я нахожусь в районе проспекта Славы. Смотрите, какой пешеходный мост. У нас в Алма-Ате очень много мостов выливают пешеходных. Но этот очень интересный. Он по кругу такой. По кругу, ну, как бы перекресток. Я сегодня приехала на инструктаж по технике безопасности по работе. У меня так интересно получилось, что мне нужно было ехать сюда на инструктаж. И кто-то мне написал в комментариях, что покажите проспект Славы. Хотя я здесь никогда не была и не планировала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Проспект Славы. Вот это вот станция метро, которая открылась буквально год назад. Такой вот памятник. Я сейчас подойду, конечно, посмотрю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я преклоняюсь перед этим монументом. У нас в Алма-Ате тоже есть парки 28 панхиловцев. Такой памятник, посвященный афганцам. Здесь еще есть вот такой вот храм. Рядом с метро. Ну вот смотрите, я прошла практически в середину парка. Вот здесь вот памятник, храм и вот здесь вот получается станция метро. Смотрите, смотрите, снегурочка с Дедом Морозом. Смотрите, я увидела, здесь есть новострой. Не так далеко от метро. Очень интересные, такие симпатичные прям домики. Я так думаю, у меня есть подозрения, что вы попросили мне показать именно их. Я посмотрю, что это за ЖК. Потом напишу ниже. Мне самой даже стало интересно, что это за ЖК. Потому что очень даже симпатичный район. Здесь, я так думаю, летом. Ну классно. Ну видите, парк молодой совсем. Вот так же, как и станцию метро всего лишь год назад, как открыли. То есть такой хороший район. Ну то есть вот тот весь район, он советский. Вот такие дома более понове, которые это, видимо, 90-е годы. И постарше, там 80-е годы. Ну вот, еще покажу вам чуть-чуть поближе. Прошлась специально для вас. Хотя я очень уже замерзла. Здесь еще красивое, такое симпатичное озеро. Сама немножечко. Я первый раз, получается, больше года в Питере. Первый раз вижу, как застрыла озеро. На самом деле здесь симпатично. Посмотрите, те, кто планирует переехать. Посмотрите, очень-очень симпатичный, комфортный район. Я даже сама заинтересовалась. Может быть, сейчас просто не так это все смотрится. Как-то серенько, потому что снег идет и камера не передает, потому что на самом деле немножечко светлее. Вот. Ну так, в принципе, симпатично. Ну все, я пошла на метро. Я замерзла. Знаете, я вот зашла в метро, да, и мне очень-очень сильно напоминает метро, как у нас в Алмате. Видимо, вот все новые станции сейчас вот делают именно такими. Даже материал используется точно такой же, как в Алмате. Мне прям напомнило, как будто бы я в Алматинское метро сейчас спустилась. Субтитры создавал DimaTorzok